Моя коллега Ирина Камышова выясняла, готова ли столица Казахстана встретить гостей. Номер на ближайший понедельник забронировать не получится. В одном из самых фешенебельных отелей столицы, судя по всему, готовятся к Астанинскому процессу. Инкогнито. Никакого усиления, разве что машин представительского класса больше, чем обычно. На место переговоров представители и средств массовой информации не допустят. Однако всю информацию журналисты будут получать отсюда, из пресс-центра. Здесь организуют прямую трансляцию встречи. Освещать межсирийские переговоры в Казахстан приедут по меньшей мере 300 иностранных корреспондентов. Организаторы оснастили пресс-центр большим LED-экраном. Чуть позже установят компьютеры и подключат интернет. В режиме реального времени процесс переговоров разлетится цитатами по всем мировым информагентствам. Аль-Жазира, Вашингтон-Пост, Нью-Йорк Таймс, Би-Би-Си. Далеко не полный список агрезитованных в СМИ. Журналист и политолог Басиль Хаджасем из Аль-Арабии отмечает большой интерес к предстоящим переговорам. Говорит, результаты встречи ждет не только Сирия, но и все мировое сообщество. Эти переговоры – результаты усилия Казахстана и особенно усилия президента Казахстана Нур-Султана Забаева. Мы ждем, что будут большие результаты. Главное, чтобы было продление премьерия. И потом еще достигать какие-то политические результаты, чтобы поставить конец этой трагедии, которая уже 6 лет продолжается в Сирии. Для Казахстана межсирийские переговоры не первые. Почти два года назад в Астане уже встречалась оппозиция. Тогда и была принята Астанинская декларация. В ней стороны закрепили, что сирийский кризис можно решить только политическим путем. Вы видите уровень обострения сирийского кризиса. Политолог Ирлан Карин уверен, после переговоров в Астане ждать мгновенного перемирия в Сирии было бы наивным. Но вполне возможно, что стороны договорятся о режиме прекращения огня. Несмотря на нейтралитет Казахстана в этом процессе, страна в первую очередь за мирное урегулирование вопроса. Мы зарекомендовали себе международные политики как сторонники последовательной мирной политики. Поэтому за нами есть устоявшееся реноме. Мы не просто, так скажем, красивая, уютная столица. У нас соответствующий есть определенный опыт и дипломатический, организационный опыт проведения подобного рода встречи. А значит вполне возможно, что новая точка отсчета в процессе возрождения мира на сирийской земле будет поставлена. Ирина Камышова, Мирамбек Ахмаханов и Санжар Жартиев. Итоги дня.